Прикладные откровения Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рубрику «Прикладные откровения». В откровениях Создатель дал заповеди, по которым будет жить человечество шестой раз. Этих заповедей десять. Но сегодня мы рассмотрим первую, ну я бы даже сказал основополагающую заповедь. Звучит она так. Мы все равны перед Богом. Осознание этих слов открывает возможность взаимопонимания между людьми и как следствие установления мира на всей планете. На первый взгляд может показаться, что эта заповедь звучит абсурдно. Вот как может быть алкаш равен академику, а дворник равен президенту страны. Но это только на первый взгляд. В прошлый раз мы выяснили, что сознание определяет быт. Давайте посмотрим с этой точки зрения, уже обладая знаниями, на эту заповедь. Давайте представим, что мы актеры, где главный режиссер-создатель. Роли между нами распределяются, исходя из нашего опыта, наработанного в предыдущих воплощениях, и исходя из тех задач, которые ставит перед нами режиссер. В процессе игры на сцене у нас есть возможность импровизации в пределах 30%. Вот это вот и есть право свободной воли. Итак, поднимается занавес, и мы оказываемся на сцене. Спектакль идет полным ходом. Вокруг наши коллеги актеры исполняют свою роль. Кто выходит за рамки сценария или превышает проценты провизации, уходит за кулисы. Уходит за кулисы раньше. Кто играет роль до конца, уходит позже. Но уходит за сцены все, кто раньше, а кто позже. А спектакль продолжается. И вот мы оказываемся за сценой. И тут приходит понимание, что мы все равны перед режиссером. Просто один играл роль короля, другой шута, один был полицейским, другим вором и так далее. Но роль, какая бы она ни была, должна была быть сыграна хорошо, с полной ответственностью и отдачей. С полной ответственностью за результат. Поставленные задачи должны были быть выполнены. И после ухода со сцены нам предстоит серьезный разговор с режиссером. Вот этот разговор будет с каждым в отдельности. Потому что мы все равны перед боком. А теперь вперед исполнять свою, именно свою роль. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok